МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! На канале Пирина и РБК новости. В ближайшие 10 минут самая актуальная деловая информация. В студии работает Елена Лебедева. В начале выпуска коротко о главном. Безопасность, бюджет, демонтаж незаконных торговых объектов. Прошло очередное пленарное заседание Городской думы. Автокредиты станут льготными. Россияне смогут приобретать отечественные автомобили по приемливым ставкам. И Метафракс подвел предварительные итоги работы компании за минувший год. Вопросы безопасности и изменения в бюджете, демонтаж незаконно и самовольно установленных объектов. Стали объектом внимания депутатов в ходе пленарного заседания Городской думы. В Перми стало безопаснее. По данным Городской прокуратуры и полиции, количество зарегистрированных преступлений снизилось. И что важно, во многом благодаря взаимодействию правоохранительных органов и городского парламента. Среди положительных моментов отмечено также рост раскрываемости, уменьшение подростковой преступности. Стала ощущаться в Перми помощь в охране порядка со стороны добровольных народных дружин и волонтеров. Уважаемые коллеги, в целом ситуация в городе остается стабильной. Вместе с тем, в связи с происшедшими в конце 2014 года финансами и изменениями в стране и в текущем году от органов местного самоправления требуется принять широкий спектр мер к сохранению существующих социальных гарантий. Ибо все, что мы делаем совместно, делаем на благо наших жителей, ваших избирателей, уважаемые депутаты. Глава города Игорь Сапко отметил, что необходимо закрепить ряд направлений для совместной работы с правоохранительными органами на перспективу. В частности, усилить мир безопасности дорожного движения, особенно вблизи образовательных учреждений, развивать системы видеонаблюдения, продолжить сотрудничество при формировании законодательной базы правовых актов. Считаю, очень важно, когда мы совместно можем определить болевые точки и положительные тенденции в сфере безопасности и соблюдения законности в краевой столице. Сегодня имеем возможность обсудить существующую нормативно-правовую базу, те проекты решения, которые планируются выносить на заседание городской думы. И думаю, сегодня в рамках непростых экономических и финансовых условиях, как никогда, очень важно мнение прокуратуры по эффективному и целевому использованию средств бюджета и городского имущества. Также на заседании Пермской городской думы были приняты во втором чтении поправки к закону о демонтаже незаконно или самовольно установленных объектов. Администрации города дано поручение учесть возможность реализации таких киосков, которые были демонтированы, но оказались невостребованными в течение шести месяцев. Если мы сможем все-таки выработать механизм, который позволит сегодня еще и невостребованные, скажем так, объекты, демонтированные, как несанкционированные, пустить в реализацию, значит это пополнение бюджета, это те же средства, которые понадобятся, можно израсходовать и на демонтаж следующих несанкционированных объектов. Также депутаты приняли в первом чтении методику расчета тарифа за пользование платными парковками в центре Перми. Методикой предполагается установить диапазон размера платы за час пользования парковочным местом. Это должен быть такой тариф, при котором водителю было бы выгоднее воспользоваться внеулочной автостоянкой, а не парковкой на автодороге. Андрей Вылежнев, Андрей Соловьев, Пермь, Нарбека. Льготными теперь станут и автокредиты. Сограждане смогут приобрести отечественные автомобили по хорошим ставкам. Один нюанс – цена покупки должна быть не больше 700 тысяч рублей. О новых мерах поддержки автопрома рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, сообщает российская газета. Верхняя планка цены в 700 тысяч рублей включает в себя практически всю продукцию, которая выпускается сегодня на российских автомобильных заводах. Эта продукция автоваза, ульяновские внедорожники, за исключением топовых комплектаций, частично попадают в этот список и автомобили иностранных марок, которые производятся на территории России. Ставка по кредиту будет в рамках 70% от ключевой ставки Банка России, которая сегодня составляет 14%. И хотя окончательно со ставкой займы еще не определились, именно такая ее цена наиболее вероятна. При этом одна категория покупателей уже определилась. На закупку автомобилей федеральными органами власти правительство выделяет 11 миллиардов рублей. Кроме того, правительство запустит программу поддержки операционного лизинга, то есть долгосрочная аренда автомобиля, в конце срока которой есть возможность выкупить автомобиль в собственность. Еще одна рука помощи, протянутая автопрому, представляет собой программу утилизации. Ее накануне также продлили, на второй квартал нынешнего года выделив средства в объеме 5 миллиардов рублей. По расчетам Минпромторга комплекс подобных мер позволит компенсировать падение авторынка на четверть. В 2015 году госслужащим ограничат премии. До конца нынешнего года рост цен не будет компенсироваться ни гражданским чиновникам, ни военным. На минувшую неделю Российская Госдума одобрила в первом чтении законопроект о приостановке индексации зарплат госслужащим. Кроме того, им ограничат премии. Правительственное постановление 27 декабря прошлого года установило лимит на использование с этой целью средств, идущих на оплату незанятых должностей. На премирование чиновников можно будет использовать ресурсы, выделенные не более чем для 10% от предельной численности министров. По данным Росстата, в прошлом году средняя укомплектованность федеральных ведомств составила 83%. Незанятые должности – основной источник материального стимулирования госслужащих. Используется он повсеместно. Смысл запрета на использование этих средств для выплаты премии не ясен. Это даст значимую экономию лишь ведомству, где штат измеряется тысячами. Декларируется необходимость повышения эффективности работы чиновников. Зарплаты из-за этой меры действительно существенно сократились. Над злостными неплательщиками нависла уголовная ответственность. Привлекаться будут чаще те, кто скрывает свои доходы. Соответствующий законопроект рассмотрит Госдума Российской Федерации. В законопроекте прописано, что злостное уклонение от уплаты алиментов – это уклонение трудоспособного лица, которое должно их платить, от занятия любым незапрещенным видом деятельности, приносящим доход, если это безделие привело к неуплате средств. Злостным неплательщиком будет считаться тот, кто уже получил предупреждение от судебного пристава об уголовной ответственности, если он скрывает источники получения дохода или идет на другие ухищрения, лишь бы не платить. По законопроекту алименщик будет освобождаться от уголовной ответственности, только если он полностью погасил задолженность. Предложение вносится в целях искоренения случаев, когда должник, желающий избежать уголовной ответственности, производит однократную плазу средств в сумме намного меньше, чем сумма задолженности. В документе обозначено, что на сегодняшний день отсутствует действенный механизм привлечения должников к уголовной ответственности, а признак злостности носит оценочный характер. В результате принцип неотвратимости ответственности за правонарушения не реализуется. Не нужны полеты в дальние страны. Российские авиакомпании отказываются от невостребованных зарубежных рейсов. Росавиация опубликовала список из 71 международного маршрута, которые закроют. Больше всего отказов от Трансайра и Ютейр по 19 направлений. Ютейр решила не летать в шесть заграничных городов, например, в Тель-Авив. Трансайра решила, что ей не нужны разрешения на полеты в Гавану, Мумбаи, Вену и Киев. Неинтересным компания нашла и рейс Перм-Барселона. В списке отказников также есть Аэрофлот ЕС-7, но их заявки гораздо скромнее. Подавляющее большинство международных разрешений, от которых регулярно отказываются перевозчики, не используются и никогда не будет, говорит независимый эксперт авиационного рынка. По его словам, зачастую авиакомпании просто столбят направления, которые когда-нибудь могут быть востребованы, чтобы не дать возможность конкурентам их занять. При этом он отмечает, что снижение спроса очевидное в первую очередь в регионах, где заметно снижение туристического потока. Спрос на рейсы за границу формируется в первую очередь за счет туристического потока, а он серьезно снижен выросшими курсами валют. Быстрее всего падает спрос на перевозки по популярным туристическим направлениям из регионов. Эксперты считают, что в этом году может повториться ситуация 2008-2009 годов, когда туристические авиаперевозки концентрировались в Москве. Авиакомпаниям было выгоднее подвозить пассажиров из региона в столицу, чем держать прямые рейсы. Метафракс подвел предварительные итоги работы компании за минувший год. Произведено товарной продукцией на сумму свыше 13 миллиардов в 136 миллионов рублей. Это почти на 8% больше, чем в 2013 году. Чистая прибыль, полученная компанией, составила почти 5 миллиардов рублей. На 45% больше показателя года 2013. Выручка от реализации готовой продукции превысила 13 миллиардов 140 миллионов рублей. Доля экспорта в объеме продаж сократилась, но несущественно с 41 до 39% пунктов. Социальный пакет компании достиг 165 миллионов рублей. Что касается основных производственных показателей, то здесь есть существенные изменения. Фактически объем производства метанола сократился на 45 тысяч тонн, достигнув отметки в 971 тысячу. Однако выпуск формалина, уротропина и формальдегид-концентрата наоборот увеличился на 12,5, почти 7 и 37 тысяч тонн соответственно. Прирост показали также такие направления производства, как пентеритрит плюс 4% и выпуск блочного полиамида. Общий объем инвестиций за 2014 год составил миллиард 87 миллионов рублей, увеличившись по сравнению с 2013 годом в два раза. По мнению председателя Совета директоров Метафракса Армена Гарсляна, рост показателей произошел за счет увеличения объемов производства, изменения экспортных цен и положительной курсовой разницей в конце года. Кроме этого, свой эффект дала и модернизация, проводимая на предприятии. Самая низкая отметка с начала текущего года. Курс доллара в ходе торгов на московской бирже упал более чем на рубль. Эксперты связывают снижение курса доллара к другим валютам с недавними заявлениями о вреде сильного доллара для экономики США и стабильностью цен на нефть, которые удерживаются выше отметки в 53 доллара за баррель. По словам аналитиков, рубль выработал временный иммунитет к волатильности нефтяных котировок. Во многом причиной такой защитной реакции служит приближение крупных налоговых платежей в условиях заметного дефицита рублевой ликвидности. Среди других причин – общее снижение девальвационных настроений, а также отсутствие явных негативных моментов на геополитическом фронте. Курс доллара сегодня опустился ниже отметки 60 рублей. С 24 марта официальный курс доллара определен Центробанком в 59 рублей 45 копеек. Это наименьший показатель с 1 января нынешнего года. Одновременно с этим официальный курс евро вырос на 9 копеек. С 24 марта он установлен на уровне 64 рубля 14 копеек. И это была вся информация на сегодня. В студии работала Елена Лебедева. Оставайтесь на РБК. Всего вам доброго и до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Кулакова